Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии уважаемые интересные гости. Жаня Топалова, президент международной организации «Великий шелковый путь» и известный вам Гизат Табулдин, историк, катограф, научно-сотрудник Института истории государства. Сегодня речь пойдет о «Большой атлас» историко-культурный, туристический. Работа большая по этому атласу велась на протяжении многих лет. Гизат Табулдин привлекал и нас в качестве участников экспедиции. В прошлом году была экспедиция на Уль-Каяк по историко-культурному ландшафту. Мы посетили Акмолинскую, Североказахстанскую, Станайскую области, Актюбинскую область. То есть была проделана огромная работа по изучению ландшафта нашей великой степи. Действительно, дорогие друзья, у нас в Казахстане очень много уникальных, доселе неизвестных, неисследованных мест. Поэтому я думаю, что это очень важная, нужная работа. Спасибо вам большое, Гизат, за такой огромный труд. И Жанья Аханам, вам слово. Скажите, пожалуйста, вот чем привлекает вас этот человек, его работа, его имидж? Спасибо, Гизат. Спасибо, Гизат. Гизат. Расскажите немного о своем атласе. Как вы к нему пришли, что вы в него вложили, результат каких исследований стал вот этот огромный действительно труд? Спасибо большое, Арман, Жанья Аханам, вам большое спасибо за доверие, что привлекли исследователей казахстанских, отечественных для исследования огромного такого исторического пласта, как Великий Шелковый путь, Далекий ветер. Действительно, начиная с истории Шелкового пути, ее построение в картографическое изображение, она так или иначе затрагивает историческое прошлое, великое степи, собственно, казахского ханства, казахского государства, ее великую историю. Но я постараюсь, что все работы, которые будут проводиться картографически по Великому Шелковому пути, будут исполнены. Благодаря чему? Дело в том, что этот международный проект затрагивает всю Среднюю Азию, и ключевой является Казахстан, потому что этот исторический ландшафт Средней Азии и Казахстана, она была магистральной линией Великого Шелкового пути. С тот период она не делилась на Среднюю Азию, на Казахстан, это был один общий культурно-исторический ландшафт, да? Да, совершенно верно. Что касается относительно атласа большого казахстанского историко-топографической туристической карты, в основе ее лежали те исследования, которые проводились топографами во второй половине XIX века. Вот эти архивные материалы попали в руки исследователей, казахстанский исследователь и ко мне в том числе. При обработке данных материалов, это порядка 200 листов, 200 листов, они 10-верстные, указана детальная ландшафтная история второй половины XIX века. Глубина материализованная, то есть информационная глубина до XV века, до начала, даже захватывающая часть второй половины XIV века. То есть там указаны те материалы, которые наши предки передали российским топографам при описании какой-то местности, урочища, рек, долин, возвышенности, колодцев, караванных путей. Все это информационное поле лежит на этих листах. Потом проходит время, здесь наступает программа государственная, Рухани, Жангру, Сакральная карта. Мы благодарим и лидера нации, и президента нашего о том, что вот это исследование, вот эти государственные программы, они стимулируют и дают определенное оптимистическое поле для исследования. И от этого мы ежегодно проводим экспедиции, как внутренние, так и внешние, с привлечением зарубежных экспертов, специалистов. Дело в том, что согласно вот этой карте, атласу, вообще атлас остается традиционно один раз в 20-25 лет, то есть на возраст одного поколения. В ближайшее время сейчас создаются коммерческими структурами, либо дипломатической структуры, великолепные атласы. Они отражают историческое прошлое, наименование. Топонимики наименования, собственно, наличия казахского ханства, так такового и в истории. Эти карты отражены с помощью торговцев, миссионеров, отмечают казахская арта, киргизская арта. Это великолепные карты, но они носят исторического плана наличия, собственно, казахской арты, то есть ядра формирования казахского ханства, что вот здесь вот проживает великая степень. Те или иные народы их называют киргизской и сакской артой. Я бы хотел обратить внимание наших слушателей на то, что большой историко-культурно-ландшафтная карта, туристическая, это уже академические исследования, академическое системное картографирование. Сначала идет бланковка, то есть мы, допустим, берем, допустим, огромную бывшую Карагандинскую область, которая сейчас поделена на Карагандинскую и Улутавскую. Это не то, что самое такое интересное. Любая область из 18 они имеют интересные исторические объекты. Вот я беру, да, Улутавскую, допустим, мы сейчас над ней интенсивно работаем, и два же, три же мы побывали на тех объектах, которые представляют ценность. Ценность в прямом смысле. Дело в том, что на территории бывшей Карагандинской, сейчас части Улутавской области, находится несколько именных приисков, золотоносных приисков, которые приносили доход купечеству и российской казне. После наших исследований, когда мы исследовали эти топографические карты, листы, мы обнаружили два прииска, которые, как правильно бы сказать, остались в стороне от логистики геологов. Современный геолог, я справлялся. Нет, мы говорят, таких месторождений нам неизвестно. Вот такие вот моменты, старинные карты второй половины XIX века дают ту информацию, которая необходима вот на современное, нашим современникам. Следующим таким вот моментом является, я ранее говорил о месторождениях Агатов-Осадочного происхождения. Да, скажите об этом подробнее. Да, мы были на этом месторождении. К сожалению, само, как правильно сказать, само вот жилу мы Агатов не нашли, но следы наличия вот этих минералов мы обнаружили. Обнаружили мы окаменелости в Тенгиз-Кургаджейской впадине. Мы покажем ее, и один из образцов мы привезли для демонстрации. Это окаменелости древней, окаменелости, древние окаменелости рыбы. Древнейшие рыбы 300-350 миллионов лет. То есть это период, когда здесь еще был бушевал океан, да? Да, совершенно верно. Дело в том, что вся огромная территория современной Казахстана – это, по сути дела, дно океана Тетис. Следующими такими вот… и таких вот объектов много. Дело в том, что нашими исследованиями заинтересовались зарубежные ученые. В данном случае это всемирно известный гемолог Плеханов Михаил. Он приезжал для того, чтобы подсказать нам те месторождения, которые есть, и познакомиться с Атласом. И что интересного он узнал? Он был в шоке. Говорит, это богатейшая информация. Через вот это информационное поле Атласа, те листы, которые мы исследовали, мы нашли и гуннские поселения, гуннские святилища, месторождение огненных опалов. Это редчайшее такое… Дело в том, что наше месторождение, которое Плеханов нам подсказал, он сам участвовал в этой экспедиции, он показал два месторождения. Одно месторождение разграбленное в ужасной форме, тракторами, чтобы добыть этот драгоценный камень, минерал. Он дорогостоящий, килограмм его стоит тысячи долларов. Ее разграбили. Мы увидели следы их, и часть экспонатов мы привезли. Пеликаниты называются. Это отталок гранит. На граните образуются процессы тектонической деятельности, геологических процессов, преобразования огненных опалов в основе на граните. И вот эти, когда минералы убираются, и остается основа между гранитом и, собственно, огненным опалом, образуется тонкий слой, который называется пеликанитом. Вот эти пеликаниты мы привезли. То есть это тоже драгоценные, полудрагоценные камни? Да, да, да. Это однозначно полудрагоценные камни. Дело в том, что эти месторождения и вот эти камни, они не восстанавливаются. Вот в чем их. Они, конечно, не промышленного масштаба. Естественно, чтобы они создались, проходят, не знаю, тысячелетия, да, или миллионы лет? И уже природа их не восстановит. Это уже прошедший период. Все, 300-350 миллионов лет. Все этот процесс образования минералов горы и пород прекратился. Во всяком случае, вот на сегодня. Что касается на второго месторождения, я бы хотел еще. Локация небольшая. От Астаны порядка 100-150 километров находится это месторождение. Они относятся к категорию для туризма. Это как турпродукт. Я опять об этом говорю. Может, министр слушает или его замы. Я обращался и к министру, и к замминистру. Ну, все зависит от компетенции. От компетенции. Вот компетентный человек приехал с России. Показал, собрал камушки и улетел. Все. Он благополучно проживает. Второе месторождение было найдено около Акуля. Он привез самой, не просто показал, он привез карто-схему. Это точно детализированный маршрут, линия, как пройти до этого месторождения. И буквально в течение 15 минут мы нашли в лесу. Благо, она сохранилась. Вот этот момент, когда мы это месторождение посмотрели, я там нашел небольшие кусочки этого опала. Они представляют определенную ценность. Огненный опал, да? Да, огненный опал. Дело в том, что наши огненные опалы, они имеют твердость по шкале Маоса. И по своим техническим параметрам они очень твердые. Это очень полезно и благоприятно для ювелирного дела. И цветовая гамма. Представляете, от желтого до синего, темно-синего, стекловидной формы. И нам посчастливилось увидеть человека, который участвовал при открытии и разработке. Это 60-е и 70-е годы. Это глубокий старик. Недалеко от месторождения как раз он и жил. Он говорит, вы что, пришли за зелеными камушками? Он там, мы говорим. – Местный житель. – Да, местный житель, он пенсионер. Он говорит, да, в 60-е и 70-е годы с России приезжали геологи и открыли это месторождение. Ну, он приблизительно сказал, вот в лесочек пройдете. А вот у Михаила Плеханова был план. По плану соответствует. Это был прекрасный подход. – А у него откуда этот план? – А у Михаила? – Да. – Дело в том, что в Екатеринбурге, откуда он сам, он выпускник горного института, великолепный специалист, гемолог. Это гемолог, специалист по минералам. И таким вот образом он перед отъездом встретился с человеком, который открыл это месторождение. – Вот в те 60-е и 70-е годы. – Да, 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 да. Он глубокий старец, нарисовал ему, и по этой схеме мы приехали. Это несколько шурфов на небольшой возвышенности, выходы коренных пород. Это граниты, гранодиориты. И он начал со своими специальными инструментариями все это копать. И, конечно, здесь появляется лихорадка, золотая лихорадка. Почему? Потому что дружный коллектив, дружный коллектив, он распался. Были такие друзья сейчас. И, конечно, в итоге кто что мог найти, то и нашли. – Да, по карману выставали. – Я говорю, давайте собирать будем образцы, надо подарить же музею, National Geographic и так далее. Но мы все-таки нашли, и мы подарим. Мы эти образцы покажем в процессе студийной работы, я думаю. И таким образом мы нашли это месторождение. Вот я сейчас обращаюсь к замминистру по туризму. Вот этот объект туристического направления, турпродукт. Ну, придет, приедет какой-то турист, группа туриста, гость, и посмотрит, найдет эти пару камушек. Это будет ребрендинг этого месторождения. Там не промышлен, там запасов, нам известно, 102 килограмма там еще лежит. Что такое 102 килограмма? Это порядка 100 тысяч долларов лежит. Только надо поехать, это 100-120 километров, и все это добыть. Ну, а теперь, что касается результаты работы по Атласу, а этим Атласом интересуются не только российские, но и американские туристы. – Да, вы упоминали об этом. Дело в том, что в процессе исследований, в процессе проведения вот этих экспедиций, далеких и дальних, ближних, у меня появились люди, которые заинтересованы кровно в картографии и материалах вот этих вот топографических карт. Кровно заинтересованы. Это Денис Аксенов, мастер спорта, чемпион Казахстана, по авторалле, хороший джипер, он полностью оснащенный, товарищ такой коммуникативный, умеющий работать в коллективе, но так, как вообще туристический бизнес предполагает коллективизм. И вот он поделился информацией. Он исследует интересные ландшафтные единицы. Он увидел Атлас, посмотрел, он доволен. Он будет использовать ее в своей работе. Он исследует метеоритные кратеры. Ну, всемирно известные в Октябрьской области есть. Это нам известно. Но когда он начал показывать, собственно, кратеры, собственно, на карте, я визуально смотрю, и он привез несколько экспонатов с места падения метеоритов. И он организовал полтора года назад поездку по Великой Степи. К нему обращались американские, европейские, очень богатые люди, состоятельные, готовые побывать на Великой Степи и посмотреть горизонт. Настолько бесконечно, настолько открытое пространство. Потому что они живут в городах, в лесной местности, и они не видят открытого пространства. Помимо того, что они хотят посмотреть открытое пространство Великой Степи, они хотят почувствовать себя кочевником, почувствовать скотоводом, почувствовать себя вольным человеком. То есть они хотят экстремальное путешествие. Без каких-то либо благ. Вот я набрал в этом году 22 человека, а в экспедиции участвовало 8. Почему? Потому что они просят условия. Условий никаких. Никаких. И вот таких мы людей нашли. Главное условие – никаких условий, да? Вот таких мы людей нашли, которые проживают за океаном. Это несколько человек, 32 человека написали письма, которые хотят участвовать в этом проекте. И это все результаты топографических карт. Они хотят посмотреть подземную протоку, посмотреть гунские поселения, гунские города, место локации основателей отцов казахского ханства, Кирея и Женебека. А у нас есть что показать. Да, дело в том, что у нас, помимо того, что имеется та информация, у нас еще и пирамиды есть. Не искусственные, не новодельные, а те, которые еще описывали Левшим в своих трудах. И когда и в туркестанском сборнике описывается об этих, и на этих атласах есть, и на этих картах есть локации именно тех пирамид, которые описывали еще во времена Аблайхана. Как раз Аблайхан, путь Аблайхана, ханская дорога, на пути этих дорог несколько, четыре пирамиды. Ну, это для туризма. Если там есть специалисты в Министерстве туризма, они должны разобраться, как-то посмотреть, проверить, исследовать. Конференции проводить – это полезно, это нужное такое массовое мероприятие, где там говорится о многих вещах правильных. Дело в том, что помимо того, что мы говорим о минералах, это объекты, касающиеся палеонтологически. Вот один из образцов мы привезли. Все эти образцы метеоритных, остаточных элементов и окаменелости. Вот эти окаменелости, минералы, и все это интересно людей, которые хотят приехать и посмотреть, и собрать эти камушки, собрать эти образцы и украсить свой холл, украсить свои гостиницы, самолеты, пароходы, заводы. Оригинальными, аутентичными такими предметами природы. Это очень интересно. Да, да, да. Хорошо. Ну, и завершая, я хотел бы вот что сказать. Дело в том, что материалы картографии заинтересовало, вот, Женя Кундатовна говорила о том, что интересуют китайских специалистов, китайских режиссеров, китайские фильмы. Это для чего делается? Это взаимопроникновение культур и, естественно, и реклама. Вот я думаю, что в результате работы киностудии и Жени Кундатовны это даст определенный положительный резонанс и толчок, сдвиг профессионалам тем, кто занимается туризмом. Туризмом у нас есть, кто занимается. То есть мы сможем таким образом открыть на китайском, скажем, медиарынке Казахстан, да? Что он из себя представляет? Что у нас богатая степь, богатая и минералами, и такими вот метеоритными кратерами, и палеонтологическими какими-то находками. Ну, действительно, это будет очень интересно. Я там хотел еще дополнить, наверное, ставку сделать. Дело в том, что как объявление. Дело в том, что вот мы сейчас с Денисом Аксеновым собираем этих желающих побывать в экстремальной ситуации в Великой степи, посмотреть интересные объекты, проанализировать, провести камеральную работу и составить содержательный маршрут. И мы вас приглашаем, Арман, принять участие со своим коллективом, частью коллектива в этой грандиозной международной экспедиции. Вот 32 человека, они очень богатые. У них гостиницы, пароходы, заводы. Они хотят побывать, походить по нашей земле и исследовать, посмотреть, и увезти сюда, к себе, в свои дворцы небольшие памятные камушки к себе в цивилизованную Европу и в Америку. И дело в том, что такие объекты очень много. У нас даже, я по карте нашел старинную крепость. Старинную крепость в горах. Когда местных жителей, я начинаю спрашивать, кровью, нет, мы не знаем. Мы не знаем. А на карте у вас все есть? Она прямо на карте написана. Я ее даже не озвучиваю. Почему? Потому что туда поедут и начнут разграбить, как вот эти вот месторождения огненных опалов. Вот такие вот моменты есть. Хотелось бы, чтобы обратили внимание. И вот эта карта Атлас Таван в одном единственном экземпляре, в электронной версии он полностью есть. И надо ее пускать в тираж, чтобы в каждом населенном пункте в каждой аномантической комиссии вот этот Атлас был. Потому что спорных вопросов по переименованию, по названию каких-то объектов есть споры. А споры прекращаются тогда, когда вы видите архивный официальный документ. Это вообще государственная работа, а не какого-то небольшого коллектива исследователей и так далее. Конечно, я вас тоже благодарю и приглашаю к сотрудничеству. Спасибо. Большое спасибо вам за такой содержательный рассказ о вашей деятельности. Жаня Хану, вам тоже огромное спасибо за то, что вы представляете интересы нашей страны, нашу историю, нашу культуру на таком важном информационном, медийном поле. Я жду от вас дальнейших новостей о продвижении этого проекта. Ну, а вам, Гизат, огромных творческих успехов, терпения, потому что я понимаю, что этот труд требует большой скрупулезной работы и времени. Поэтому успехов в этом большом, важном, благородном деле. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok